Комсомольский парк в день города стал пространством для творчества и креатива. Фестиваль Формарт собрал десятки уличных художников не только Серпухова, но и соседних муниципалитетов. Главные достопримечательности Серпухова – символ города, его жители. На этих кубах округ глазами молодежи. В этом году фестиваль Формарт проходит во второй раз. Его организуют администрации и радиостанция «Лаврадио Серпухов». Признаться в любви родному городу с помощью уличных картин. Уникальный фестиваль стрит-арта собрал на одной площадке мастеров с опытом и новичков. Все они молоды, амбициозны и талантливы. Студенты Губернского колледжа, выпускники художественной школы, самоучки на фестивале все в равных условиях. Признаются, рисовать баллончиком непросто. Эскизы готовили заранее, ведь на создание картины у них всего три часа. Молодежь показывает свои таланты и люди их видят. Теггинг я отношу к полиганству, потому что, как по мне, это не очень красиво, когда портят остановки, а когда разрисовывают просто красиво здание и рисуют полноценные работы, это, ну, как по мне, круто. Это выглядит красиво. Сегодня рисую павлина, вот, как бы, в своем стиле. Он такой более андеграундский. Пора уходить от стереотипов. Граффити – это настоящее искусство, которому тоже нужно учиться. Так считает художник Илья Демченко. Сегодня он дает мастер-класс и оценивает работы ребят. У всех бывают взлеты и падения. У меня тоже такой период был, когда я хотел просто это все забросить. Но терпение и труд все перетрут, и поэтому, ну, никто не сказал, что будет легко. Просто рисуешь, не опускать руки и стараться. Если ты хочешь этим заниматься, и это тебе нравится, то твои, так сказать, трудности – это твои учителя. Первые шаги сегодня делают участники возрастной категории от 6 до 13 лет. Пока на холсте бумаги и красками помогают родители. Вместе с Ильей их работы оценивают генеральный директор ЛАФ-радио Серпухов Екатерина Макарова и директор по развитию Центра Зонария Ольга Белей. Ребята, вы все молодцы, все победители, очень креативно. Я вас поздравляю. Самым юным художником в подарок приглашение в Центр развития Зонария. А победителям – ценные призы. Младшей возрастной категории лучшей стала Елена Леонова. Старший – Игорь Ефанов. Он приехал на фестиваль из Подольска. Передать атмосферу старинного Серпухова художнику удалось. Важно молодым художникам, чтобы они развивали свой талант в построении, в цветах, чтобы в цветах ориентировались, а не только вандализм, порча имущества. Поэтому это всегда… То есть голова работает, думает. Это всегда плюс и взрослому, и маленькому. Не заниматься вандализмом, а творить. Создавать современные арт-объекты, совершенствовать мастерство, наслаждаться искусством – вот главный смысл фестиваля. Участникам он подарил вдохновение для новых работ. Редактор субтитров А.Семкин